так друзья все включаемся наконец-то все у нас готово в эфире у нас сегодня в студии ольга михайловна жукова так ну я так понимаю как вас лучше представить ну как минимум как секретаря ячейки буденовского района первичные ячейки донецкой республики и еще я еще я еще и председатель буденовского районного районной общественной организации женщины донбасса а сколько в организации женщин у нас где-то около нас и коллективное членство и фиксированное членство и где-то около 800 человек чем занимаетесь ну знаете как и проблему женщин донбассе знаете ну проблем то у женщин наверно больше если честно говоря чем у мужчин еще надо и мужчин любить и обихаживать их но а проблемы женщина это хозяйка женщина это профессионал и хорошо когда хороший профессионал женщина хранительница домашнего очага ну и женщина мать и бабушка и свекровь и теща вот я например теща и у меня замечательный взять знаете как хоть он и не зовет меня мамой но может быть это не надо но я зато вижу с какой теплотой он относится ко мне и это уже радует у меня кроме дочери появился еще и сыночек я думаю что у каждой женщины мне кажется что теща любит своего зятя ну очень трепетно нежно а если он еще и хороший поэтому из выше перечисленных проблем какие характерными для женщин донбасс сегодня ну по моему во всех мы все молимся и просим и поздравляем всегда на первом слове это мир на сегодняшний день потому что мир нужен нашим детям мир нужен для того чтобы нам строить наше замечательное вот так как мы хотим народной демократическую республику ну и а проблемы опять же те которые которые и у каждого из нас проблема я не решу там выживание а проблема сохранение мира и построение построение общества которые которым было бы удобно нам жить всем буквально вы в образовании не работали я вообще-то по образованию я учитель я учитель истории и долгое время и долгое время преподавали была директором дома пионер а потом дома детского и юношеского творчества поэтому я считаю я я служу всю жизнь одной партии которая называется дети молодежь и молодежь и молодежь у нас дети рождаются все одинаковыми но потом как попадают в какую среду как воспитывается но молодежь у нас очень талантливая поэтому я когда сейчас смотрю российскую передачу синяя птица и просто восхищаюсь удивляюсь и а самое главное что и нашей донецкой республики есть именно такие дети мы перед этим до войны возили наших детей хор и хоровой коллектив и танцевальный коллектив школы искусств номер один мы были в париже и праге конечно же когда узнавали о донецк 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 потому что что такое дети пели это понятно что никакой фонограммы в на парижском диснейленде и мы с гордостью носили это наше название город донецк и гордились что у нас ребята очень талантливые особенно я люблю детей потому что дети я я я думаю что найдется наверно мало людей которые не любят их детьми говорите говорите что они вообще находятся эти люди чувствуется есть и есть и которые знаете как не любят дети не требуют и почему мы объединились вот женщины и у нас приоритетно это все-таки воспитание наших детей дети должны жить в атмосфере любви уюта в атмосфере сказки игры вот тогда детство должно быть у детей иначе тогда они вырастают если нет черствыми может быть зависливыми и так далее а когда детей надо любить будем любить надо не только детей всех и мужчин надо любить и людей которые тебя окружают природу надо любить сейчас мы боремся за то чтобы и животных любить и поэтому бывает знаете как очень жалко и смотреть больно когда заводят этого щенка или котенка потом выбрасывают но к сожалению реальность есть реальности в связи с этим наверное как-то замечали как на украине к этому вопросу подошли детские лагеря укропчик знаете я просто не хочу говорить я я сейчас сейчас у меня вертится знаете как ну тарас ревченко сказал кому нет любви к родной отчизне тот сердцем нищий и калека поэтому я отношусь у меня есть родственники которые остались жить в украине я я просто не отношусь к людям к простым украинцам нормально но тем которых нищие калеки и они даже говорить не хочу а какая может быть отчизна у человека у руководителя который у него страна там германия грузия и прочей этот патриотизм он знаете как патриотизм он проявляется не на словах а на деле и вот надо на деле доказать что ты патриот своей отчизны а что такое молодежь и вообще внешне не проявляется ну патриотизм это служение родине а родина это что народ и вот мы с вами пришли о том что надо каждый день делать какое-то нужное полезное дело для народа я вообще-то по принципу знаете как амар хаяма чем о счастье вселенной мечтать лучше счастье кому-нибудь ближнему дать поэтому вот мы сосредоточили свою работу на ну не в общем она конкретно взятой территории конкретно взятым людям которые требуют сегодня внимание защиты помощи да просто знаете как вот иногда приходят к нам в организацию для того чтобы поговорить убедиться услышать может быть что единомышленники вот вот это замечательно спрашивают чем вы занимаетесь в денисской республике чем мы занимаемся ничего а если брать как мы объединились сначала знаете как вот женщины наши женщины женщины с организации мы сначала принесли когда начали к нам в наш район приходить и приезжать из разрушенных домов зданий и и селиться у нас значит мы принесли нашу организацию все то что чем мы можем поделиться и поделились с этими людьми потому что не секрет они выходили и разутые в ночной рубашке прочитать а потом мы решили вот так знаете как волонтерские группы образовались и сейчас мы вот опять готовим акцию что новая любимая вещь любимой вещи новая жизнь допустим она уже мне не нужна или дети там у кого-то выросли вещи нет а надо передать другому к сожалению вот это сейчас помощь тоже очень нужна ну а вообще-то чем занимаемся основное вот как и в уставе написано это нравственное патриотическое воспитание потому что для меня там мы были на митинге там говорили одну фамилию которую мы раньше и не знали ну а теперь наверное все узнали для меня например звучит фамилия моих земляков кобзон там кто еще гуляев мянсарова соловьяненко памятник стоит а он кстати учился в нашем буденовском районе он ходил по тем дорожкам которые ходят тут сегодня молодежь к сожалению об этом не знает поэтому то надо вот гордость за наших великих земляков и я вспоминаю знаете как вот однажды мы делали накануне дня учителя и был такой творческий вечер портрет одной учительской семьи которую учили соловьяненко ну наверное соловьяненко весь мир знает и молодежь вот вы знаете кто такой соловьяненко нет ну расскажите ему памятник то стоит у нас в городе донецке красивейший у меня есть гугл я лучше расскажите и человек вы знаете мы послали ему приглашение чтобы приехал ну все таки человек мировая известность у него приехать поздравить своих учителей но не надеялись честно говоря он италия москва и так далее концерты и вот идет уже вечер раскрывается двери во дворце культуры не пушкина и заходит соловьяненко ясно что все пошло уже не по нашему утвержденному сценарию потому что и он пел с огромным удовольствием не только для своих учителей но для учительства всего нашего района вот эти имена для меня звучат как песня и всех фамилий хочется тех которые ну знаете как делают доброе нужное полезное дело для для мы тех кто нас окружает а вот мне подсказывает соловьяненко это такой оперный певец совершенно верно это оперный певец да ну памятник ему был установлен 31 мая 2002 года в ворошиловском районе донецка в театральном сфере возле правильно стоит да да по моему все и назначают и свидание у памятника соловьяненко он бог меня миловал от свидания у памятника соловьяненко о нет мужчина должен на состояние влюбленности это знаете это очень и возвышает и делает человека более окреленным любовь это чувство которое по моему подвластно буквально всем ну хорошо я возьму на вооружение назначить свидание у памятника соловьяненко сделать сделать там ладно так ну хорошо давайте дальше вообще патриотическое воспитание это в основном знаете есть патриотизм к стране есть такой сейчас понятие такое возникло региональный там городской патриотизм знаете я всегда считала и считаю что мы донбассовцы народ очень особый у нас даже характер донбасский мне приходилось ну училась это в костроме и сейчас очень многие мои одноклассники однокурсники живут во многих городах украины и приходилось ездить к ним в гости и вот я замечала то что мы делаем донбассе за один день им надо два три дня неделю на раскачку мы дружный народ и я много даже некоторое время и не выясняла кто со мной вместе работает живет люди какой национальности мы считали что мы все советский народ единый народ а потом уже когда начали вот этот ну появились в воспитании нотки национализм и выяснять а кто ты кто ты да за кого и начали выяснять а кто там есть у меня в родственниках люди какой национальности поэтому ну а патриотизм он должен быть патриотчик который ну любит свою страну знаете я вот недавно на одной из встреч там спрашивали ну понятно что с женщинами она долго стихотворение такое но а я сейчас вам приведу последнее вот кто такая наша иностранка где такая женщина жила да нет я дончанка и всегда дончанкой была дайте бог остаться ей такую и красивой и молодой королевой в городе своем когда мы чувствуем что мы знаете как что мы хозяева здесь то это это и и хочется делать что-то для города я вам вот хочу сказать такое что мы наша организация мы объявили но это где-то несколько лет тому назад такую акцию полюби свой район она была направлена на то чтобы привлечь но каждой хозяйке во многих 99 процентов чистота и порядок в квартире да а на лестничной клетке выходит и можно и мусор оставить там и сигарету бросить и прочее так потому что это вроде бы не мое поэтому эта цель была направлена вот наша акция была направлена на то чтобы воспитать и привить на ум чтобы убирать не только вот своей там квартире прихожей в комнате а и подъезде около двора под окнами высадить цветы и так далее и вначале конечно шло ну не очень хорошо а потом мы подводили каждый год итоги награждали за лучший балкон за лучшую улицу за лучший подъезд вот и все больше и больше людей подключались вот к нашей акции и теперь мы ее уже перенимали не полюби свой район а теперь у нас акция называется я люблю свой район поэтому я такое сделали поэтому с чем вопрос то есть у детей можно вас мы говорили о том что у детей надо воспитывать прежде всего патриотизм любовь к тому что вокруг него находится то что на то что да надо что начинается родина с березки с букваря вот с дома соседей которые надо почему люди уезжая тоскуют за городом там где ты родился но не с родина и один корень и родился видите как поэтому есть знакомые которые уехали за границу а потом мы просили художником написать пейзаж допустим родной улице родных там скверов потому что ностальгия на есть и была и будет в связи с тем что у вас достаточно большой опыт именно работы с детьми я их люблю и в связи с тем что вы их любите да ну скажите вот сейчас сложнее стало вообще дети начали интересоваться этими вопросами потому что раньше допустим я не представляю что в 2000 на каком-нибудь десятом году например детей детям было бы интересно но более интересно чем что-то другое какие-то такие патриотические например занятия по той же истории края вы знаете мы мне вообще кажется что мы как-то стали изменились все не только дети а дети они как губка впитывают настроение взрослых окружающих людей мы изменились все и к моему удовольствию изменились к лучшему мы были стали толерантно относиться и друг другу и к соседям и отзываться на просьбы о помощи вот и естественно это коснулось и детей потому что они более чутки вот буквально недавно у нас состоялась заседание патриотического клуба патриот то есть женщины своих ребят своих детей приводят у нас есть семейный клуб у нас есть клуб семейный очаг и приводит и один мальчик с болью знаете как мы даже не думали вот он да и сейчас готов пойти служить почему да потому что он эвакуированный он приехал сюда к нам и знаете на глазах слезы появились когда он сказал я это прочувствовал потому что на моих глазах убили дорогого близко мне человека он не сказал а потом приватной беседе с родителями выяснили что у него на глазах убили дедушку и и а и когда ну не секрет знаете когда там что-то проводили часть детей шумели занимались там своими а сейчас видно заинтересованность в если это идет знаете такой доверительный разговор если идет если подается факты не скучно а подаются факты но красиво с учетом ну а сегодняшние реалии это замечательно это и технические средства можно показать все что угодно и картинку они смотрят и здесь разговор идет в ребята более стали пытливыми и более впитывают ту информацию которую им подают вот они мне сейчас все время говорят а вот в россии есть день воинской славы вот я действительно посмотрела что там чуть ли не каждую неделю день воинской славы и приурочен к одному ко второму к третьему там битвам 16 19 веке и мы для них сейчас открываем имена суворова имена нахимова и минина и пожарского и дети это знают а потом мы вот сейчас мы каждое заседание клуба патриот начинаем конечно с того что надо приучить я им пообещала что сама буду знать от начала до конца гимн нашей донецкой народной республики и они поют то чего я ну мягко говоря раньше не замечала поэтому дети очень плохо что в такой период они стали пытливыми и вот это для них стало интересно лучше бы это было в мирное время но наши дети я всегда гордилась мне кажется что наши дети дончанки и самые умные красивые и и детвора у нас самое талантливое может быть это мой местечковый патриотизм и честно городской но ну вот вот такой но свое конечно так с этим с этим разобрались а допустим у вас есть я ну я прям вижу что у вас есть некое движение такой вперед то есть заряжены делать тела как пробивать прям а вот скажите ну например общественное движение чем помогает то есть я как понимаю вот мы мы живем до общественного движения то есть какие-то ресурсы давать либо усиливать ваши возможности знаете как мы почему мы объединились у нас знаете как мы у нас сразу в в наше общественное движение первичную ячейку вступила одна семья там есть такая знаете женщина у нас есть людмила васильна которая ну это они писали и коняна скаку остановит в горячую избу войдет возьмет у нее муж сын дочь взять уже есть внуки у ней в семье матриархат она всем этим руководит но и она она очень она ходила в том правительства вот такое сложное время помогала там готовить обед и прочее и вот она первая варитоле михалом давайте-ка мы у себя сделаем вот здесь нашему центре вот на комитете октябрьский сделаем первичную организацию и сразу всех вот вам 10 человек первичная ячейка а потом ну должны быть люди лидеры которые стремятся сделать что-то и повести за собой как только объявили значит у нас такой была акция уютный дворик все договорились выходим убираем территорию чистим все это раз а ночью прошел дождь но подумали нет никто не выйдет ничего вышли пусть там хотя конечно комья грязи носили у себя на обуви но если договорились если начали значит надо доводить начатое дело до конца и такой пример поэтому но о том что мы живем донецкой республики общественное движение донецкой республики это наше поэтому чем больше нас тема сплоченнее мы будем хотя лично я за качественное количество чтобы не всех а те которые 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 вот приходят знаете как но по зову сердца по зову души те которые истинно верят в том что что ему надо быть именно в этом движении хотя если рассуждать можно так для того чтобы человек убедился в важности и нужности и этого общественного движения надо наверно чтобы он поработал пусть придет и посмотрит что вместе с нами очень хорошо когда мы вместе это сила когда мы едины мы непобедимы вот поэтому сейчас сразу же приходит на ум стихотворение клятва которая была дана по моему беспощадно да в сорок втором году что донбасс это особый город его никто не ставил на колени и никому поставить не дано мы донбасски а у женщин у нас очень мой донбасский характер уже к сожалению очень практически нет женщин которые работали в шахтах время неумолимо и уходят но женщины то работали наравне с мужчинами поэтому мы мы такие как ребят если есть вопросы задавайте не стесняйтесь будем их читать так ну а и все таки хотелось а вот конкретно конкретно то есть вот чтобы вы одни одна не смогли бы сделать вот с чем ддр вам помогло ну просто я вообще спрошу пишет не знаю если честно вот одна да чтобы вы одни одна не смогут как у себя вряд ли опять вспоминаю слова ну для меня я слова антона где период читали ж наверно маленький приз да или тоже в детстве и он сказал что 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 самая большая роскошь это роскошь человеческого общения и вот когда нас много когда мы купаемся в этой роскоши когда мы общаемся мы наверное что-то друг от друга получаем нужное умное потому что мы всю жизнь мы учимся и один были фильм там один поле воин разведчики ну сегодня зачем замыкаться когда вокруг рядом с тобой умные нужные люди и когда нас вместе когда у нас много это замечательно поэтому но честно говоря не задумывалась одной я когда дома одна один день я устаю от одиночества поэтому мне на меня общение с людьми так уж мне в жизни что ли может быть или характер такое с кем бы не встретился с кем бы не поговорил всегда от людей можно чему-то научиться и выбираешь для себя нужное и полезное поэтому а тем более когда сейчас сейчас я вспомню по моему софокл если не сказал что великое дело не делается сразу а мы с вами сейчас вот многие говорят но и думают что вот все сейчас у нас должно появиться там и дешевые товары все 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 нет а мы с вами затеяли такое вот все я имею ввиду все дончане все донбассовцы великое дело на нашей богом благословенной земле донбасской донецкой построить государство народное демократическое в котором можно так вот как мы сейчас говорить то что ты думаешь высказывать свои мысли мне я думаю что и не бояться чтобы что тебя осудят что тебя ну может быть а потом я и не очень то или и не боюсь пусть осуждает я же не всем должна нравиться хотя бы но мужчинам хочется до сих пор нравится когда у меня спрашивают сколько вам лет я говорю тридцать один до ста да конечно мне интересно ребята если есть у нас преподаватели учителя поставьте плюсик в чате чтобы просто понимать сколько сколько народу занималась обучением детишек свое время сколько сколько людей понимает ну дети я думаю что причем только да мы все занимаемся мы все знаете вот у нас такое бытует мнение что все умеют воспитывать и все умеют лечить все дают советы по воспитанию и по о том как быть здоровыми я сейчас вспоминаю знаете какую притчу а может быть знаете когда он жил одно селение большой одна одна семья в которой было сто человек и это была одна семья но 100 человек это уже большое так сказать селение село и молва об этом все об этой семье ширилась всюду потому что не было в этой в семье не было ни драк ни ссор все жили мирно дружно и так далее вот правитель решил приехать и проверить правда ли это так но на самом деле здесь приехал поэтому пришел конечно к самому старейшему и спросил ну скажи расскажи в чем секрет вот вашего такого лада мира в семье и опиши он взял старик листок но видно не шибко был грамотный поэтому писал очень долго когда тот взял листок а там было написано три слова угадайте какое любовь терпение и прощение вот так в строчку а под каждым еще сто раз любовь терпение и прощение правитель удивился что это все да это все то что необходимо чтобы в семье был лад потом подумал и добавил и в мире и в государстве тоже вот когда мы будем этому следовать любовь терпение и прощение тогда может быть многие не гораздо может быть многие проблемы они как-то и сами собой будут отодвинуты и не всегда будут важны на на первом плане интересно кстати вы так скажем сколько времени вы проводите в интернете и вообще проводите используете его как для получения информации честно для общения да нет к сожалению но не больше смотрю как наши женщины но у нас четко распределена у каждого свои обязанности потому что один поле не воин и чтобы все это успеть я хочу сказать что то у нас завтра акция брось сигарету и мне очень мне не очень импонирует когда курят мамы больно мне смотреть когда мама с коляской и сигаретой в мы в руке это значит и дети будут следовать примеру а самое великое благо это конечно же здоровье и каждая мамочка хочет чтобы дети были здоровы а вместе с тем это плохо то есть и мы у нас у каждого есть какие-то свои обязанности поэтому вот просматриваю вечером так ага что они там выложили на нашу страничку а так хочется и вообще я честно говоря и учу слово вот знаете прошу девчата надо сообщить нашим что там сбор собирается наша первичная организация тогда перезвоните ой мы напишем если ты позвонила и скажешь здравствуйте уже пожелал здоровья и человеческий голос а если ты еще назовешь имя человека это уже ну придает и говорящему и слушающему знаете вот какой-то контакт такой взаимный а здесь что ну написал и прочитал поэтому многие не могут даже говорить не я у них у молодежи спрашиваю а вы хотя бы свой собственный голос когда нибудь слышите потому что в основном сидят сидят поэтому не очень часто но это изобретение я просто замечательно телефон и вообще все что делается наум для прогрессивного я лично поддерживаю знаете мы вот был день науки мы провели встречу с ребятами которые занимаются и студенты и учащиеся старших классов занимаются в малой академии наук ну и проанализировали что в основном пишут научные работы знаете какие языкознания там история мало интересуется информатикой допустим в специальности там что-то физика и так далее то что нам ну просто на сегодня ну архиважно для нашей да вообще и для Донецка и для молодой республики поэтому я лично все эти новшества приветствую и телефон и интернет и так далее вот мы сейчас объявили знаете как конкурс в России отмечается 29 числа День Матери ну мать это святое мы родину называем матерью мамой женщину которая тебе дала жизнь которая тебя воспитала и любовь к матери оно должно прививаться ну тоже с детства у кого-то это с молоком матери у кого-то может быть нет поэтому и мы что-то делаем для для привития любви к матери к женщине вообще а к матери в частности и вот объявили конкурс в интернете на лучшую среди младших школьников они же все младших детей они же все в интернете проводят количество времени и вот сфотографируй или хотя бы опиши за что ты любишь свою мамочку и все затрудняются ответить многие ответы знаете за то что то что она меня стирает готовит и так далее а то что она да добавляя бесплатно а бесплатно еще да поэтому знаете как я понял я в связи с чем спросил это это в интернете сейчас вот вы сказали о прощении как способе грамотно управлять государством в том числе сейчас в интернете вы просто наверное не знаете но подавляющее такое скажем большинство общества интернет сообщества так скажем оно считает что Украину прощать нельзя ни в коем случае что никакого там быть не может теперь больше союза но не всю Украину о том что мы мы тогда были разные люди и нельзя склеить несовместимое я вам уже говорила в нашем характере дружить мы и должны дружить но если там там надо поменять по-моему а простить сможете ну и так то что они делают нет то что они делали например если вдруг это прекратится там что-то изменится нет не сможет я вроде бы и позитивный человек но у меня вот сейчас уже задали вопрос 59 детей по моему погибли да а для меня когда был митинг так не надо расстраиваться когда был митинг и проецировались фотографии счастливых улыбающихся детей и они погибли вот а когда знаете как мы общаемся ну вот зачем вы с женщинами с той части ну с Украиной я уже не считаю то есть зачем вы посылаете своих сыновей сюда ну кто-то ж должен ну Ванько привез там что-то добро какое-то хаймы кола привезе и вообще ну какая мать это уже не мать все не хочу простить простить злодеяния собственно невозможно хотя давайте мы с Вами будем рассуждать немцы ж были но поколение переросло пришли другие и может быть дети этих не людей которые стреляли по нашим городам и нашим детям будут может быть чище лучше ну вообще-то знаете как время лучший советчик и оно все расставляет по своим местам но сегодня нет конкретно может быть кто-то судит нет понял ну то есть вы смотрите на оставшуюся территорию Украины как на некое я же не говорил конкретно про артиллеристов этих там про военных а вообще если весь народ Украины взять там какая-то часть конечно из них будет преступники убийцы а вот к остальной что вы испытываете те которые либо молчаливо поддерживали либо молчаливо не поддерживали может быть на выборы вот пришло там 30 процентов всего людей иначе как вот к нему как как с ними быть дальше а вот расскажите знаете как вот в этом контексте как вы сейчас общаетесь с той страной вы же общаетесь как я понимаю у вас же есть знакомые вы сказали как это общение происходит скажите как я могу не любить свою сестру которая осталась в той части на Украине я знаю что она зла никому не делает и многие может быть вот почему и знаете еще я продолжаю общественное движение и цель что надо рассказывать воспитывать мнение ну ведь многие люди знаете вот приходят и говорят а как вы думаете вот особенно люди пожилого возраста да и даже молодежь и начинаем вместе рассуждать логически там подходим поэтому может быть поэтому я считаю что пропаганда это очень великое дело и вот сегодня нам надо шире и мы у себя делаем все для того чтобы показать положительный имидж нашего общественного движения Донецкая Республика жителям в частности нашего района что все то что делается оно делается к лучшему не все можно сразу опять же давайте возвратимся этот что великие дела не делаются моментально но приходит знаете как и а на вопрос о том что вот я сейчас вспоминаю что почему вот одна знаете как один посадил дерево это одно дерево а когда все вместе это что будет сад уже да или парк один а то и лес а то и лес один положил кирпичик да ну и сколько надо а когда все вместе так и за два за три дня можно дом построить поэтому вместе нам вместе очень хорошо и объединяться тем более ну вот мы восприняли общественное движение Донецкая Республика для того чтобы нам надо быть все вместе не часто но собираемся мы и вот здесь продолжая дальше с вами мысль такую пропаганда сыграла свое дело поэтому многих убедили вот даже моих однокурсников во Львове она говорит так вы же сепаратисты я говорю боже мой ты жила ты приезжала ко мне жила в моем доме знаешь знала моих родителей все и я сепаратистка я просто теперь ты знаешь кого да вот кого называть сепаратистов ну за то что я украинка по национальности ну вы поняли училась в Костроме там наоборот надо мной подхихикивали над моим ну украинским хотя ну оно что сильно так это я первый раз сказала что нет и ну заставлять меня мыслить уже по украински я просто не смогу я буду это делать долго для того чтобы какую-то фразу сказать на украинской мове и а вообще не люблю насилие заставлять не надо вот то что делали насильно да вот в этом мы не проиграли а может быть и хорошо что мы стали свободными независимыми и в скором будущем я думаю что уже нам уже мои знакомые которые там говорят ой когда я им рассказываю ну так у вас наверно лучше чем у нас и я этим горжусь ну вот кстати говоря можно уже и думаю закончить на этой жизнеутверждающей ноте спасибо вам что пришли Ольга Михайловна Жукова была секретарь первичной чеки по ДДР Пуденовского района помню спасибо мир и добра спасибо что смотрели нас вот если вам понравилось ставьте сердечки там еще что-нибудь такое а мы будем постепенно выключаться небольшая пауза и продолжим эфир